длину он больше чем mercedes е-класса ой я думал что я смогу его еще приподнять вверх и она как бы обычно же едет вверх и вперед так вот по диагонали у меня нет здесь такой функции просто не предусмотрено любые я перекопал и основное меню и этот экран ничего 4 это прям бензопила какая-то h5 и мне пришлось встать перед ним на колене достать рулетку мы нашли как видите идеально ровную поверхность друзья всем привет с вами блог авто мпс и я продолжаю знакомиться сам и знакомить вас с автомобилями марки хун ци и это естественно не рекламный контракт мне скорее интересно познакомиться вот с таким настоящим китайским брендом хун ци это вот такой вот родной китайский бренд это тот автомобиль на котором ездит президент китая и интересно посмотреть чего китайцы вот стоит сами по себе у нас уже был большой электрический кроссовер и и час 9 у нас был и час 5 который смог порвать exit но к нему тоже были вопросы и сейчас пришло время седанов эта модель называется h5 и это вроде как бы по китайским меркам среднеразмерный автомобиль хотя на самом деле в длину он больше чем mercedes е-класса он больше чем audi a6 больше чем пятерка бмв естественно он сильно больше чем toyota camry и при этом он переднеприводный с поперечным расположением моторы и это наверное даже где-то уникально собственно эти переднеприводный автомобиль длиной почти пять метров на рынке практически невозможно под капотом у меня двухлитровый турбомотор 218 лошадиных сил и классический восьмиступенчатый автомат от той самой toyota camry дорожный просвет китайцы не называют и мы постараемся сегодня его выяснить хотя бы примерно и естественно интересно цена официально дилеры хунцы просит за такой автомобиль 5 миллионов рублей 4 990 если быть совсем точным но сейчас если вы придете в салон и помажьте у них перед носа пачечкой с четырьмя миллионами скорее всего они упадут перед вами на колени и такую машину вам отдадут а если обратиться к серым дилерам наверняка будет еще дешевле то же самое касается и сервисного обслуживания как сэкономить я думаю вы знаете заходите на сайт автоспорт точка ру и там вы находите предложение на абсолютно любой автомобиль по хунцам пока предложение честно говоря немного но ребята из автоспота работают и я уж не знаю когда вы смотрите этот ролик но я думаю что уже к весне там будет большое количество предложений и будут хорошие скидки мы с вами много раз видели примеры когда можно сэкономить 50 процентов и даже больше и при этом вы точно также обслуживаетесь у официальных дилеров и точно также получаете гарантию ну либо если у вас машины серые то также автоспота есть большое количество предложений от сертифицированных но неофициальных дилеров они сделают вам все качественные ребята из автоспота это проверили но при этом гарантии не дадут но если серая машина то такой потребности просто нет пару слов о недостатках пробег конкретно у этого автомобиля около 7000 километров он пережил ну вот пару зимних месяцев и хром на вот это красивые центральные ставочки он уже начал страдать тут видно что у него что-то там потрескалось в общем ему как-то не очень хорошо но при этом собственно машина оригинальная заводская на нее есть гарантия я думаю что вот эту часть должны наверное поменять когда она побольше облезет да и если вы так как и я пока еще плохо различаете между собой хунцы хотя на дорогах и появилось достаточно много вам маленький простой лайфхак если вы видите диодную ленту которая идет вот так и вот так и не проходит вот здесь вот внизу то перед вами пятерка если вы видите вот такую большую диодную подкову то это h9 и если вы смотрите на машину сбоку еще один лайфхак у пятерки это красное знамя хунцы она на двери а у девятки она будет расположена на крыле и собственно само крыло будет подлиннее потому что там продольный мотор и там будет задний привод я такой машине вам тоже обязательно расскажем но несколько позже а знакомство именно с интерьером мне кажется в таком автомобиле правильно начинать заднего правого кресла потому что тут длина 5 метров она должна как-то вот объясняться не должен быть какой-то смысл потому что мне как водителю вот эти пять метров длины зимой это скорее исключительный источник головной боли мне кажется именно здесь сзади справа будет располагаться хозяин этого автомобиля ну либо потребитель услуг мне сложно себе представить чтобы такую машину кто-то купил себе для частных нужд чтобы ездить за рулем а сзади возить семью детей не слишком удобно а вот в качестве представительского автомобиля либо для нужд какого-то премиального такси это вот то что доктор прописал но я честно говоря ожидал что место будет побольше вот я в шапке с помпончиком не помещаюсь а без шапки ну два пальца над головой не больше при том что тут есть небольшая выемка и вот здесь вот горб куда прячется шторка для ног разумеется место очень много ничего удивительного но я сел сзади и я хочу чтобы у меня стал еще больше места для ног я знаю что спереди никто не сидит во многих представительских автомобилях мы видели вот здесь вот клавиши которые позволяют и водителю и пассажиру удобно управлять сиденьем здесь такого нет мне придется либо просить водителя а он на ходу тоже этого сделать не сможет ему придется перегибаться ну либо я я человек не гордый я задвину кресло сам ехали поехали то теперь заваливаем спинку вперед так убираем подголовник ой я думаю что я смогу его еще приподнять вверх и она как бы обычно же едет вверх и вперед так вот по диагонали но у пассажира регулировки вверх-вниз нет так что вот это максимум пространство здорово что есть воздуховоды и в ногах и вот здесь вот на переднем подлокотнике но подогрева задних сидений нет вентиляции тоже не предусмотрено но вот так естественно место более чем достаточно ну сюда бы еще какой-нибудь планшет учитывая что это топовая комплектация здесь заявлено натуральная кожа не знаю так это или нет но обещают в базовой комплектации должен быть кожзам в топе натуральная поверим на слово есть пара разъемов юсби и тайп си но нет собственного климата и вот сейчас у нас машина работает уже достаточно долго на максимальной температуре и я бы сказал что не жарко вот желание убавить температуру точно нет она дует но вот не так сильно как хотелось бы есть естественно центральный подлокотник здесь вот такой большой отсек выложенный ворсом это удобно вот здесь вот спереди два таких любопытных подстаканника и дальше к если вы будете ставить стакану наверно как-то развернется люблю такие механизированные штуковины интересно сделано но например вот карманы они не проложены ворсом здесь жесткий пластик и кстати задние сиденья теоретически можно сложить и она даже разделено на две части что наверное удобно ну какой-то повседневной жизни но честно говоря я ожидал что в топовой комплектации хунцы будут как-то проскошнее место хватает но хотелось бы подогрев хотелось бы климат-контроль чуть повыше бы крышу но для этого игра собственно мы с вами и покупаем кроссоверы чтобы салон был еще попросторнее центральный тоннель есть но он не очень большой но собственно и автомобиль то у меня исключительно переднепривод ну что ж а сейчас я хочу попробовать показать вам уровень проходимости которому вы должны быть готовы зимой если вы оказались за рулем хунцов при этом я много ездил на легковушках у меня долгое время было mazda 6 без российской адаптации без ничего там с клиренсом порядка 13 с половиной сантиметров потом было еще более низкая volvo v50 потом был гольф но он уже повыше после гольфа я пересел на рак 4 скорее даже было скучно и хороший дорожный просвет полный привод и невозможность раздать бачком ибо ты на тойоте но сейчас как-то вот слегка пушка прям совсем тяжело я раз воспользовался помощью буксира и я перевожу буксировочную проуши под сиденьем я ее пока еще не убрал багажник вот немножко даже не целины это вот выпал наверно там за недельку возможности выключить ей спи у меня нет здесь такой функции просто не предусмотрено ну либо я ее не я перекопал ее основное меню и этот экран ничего а электроника работает хорошо она гребет настолько насколько она может бампер очень низкий и из-за него страшновато родимая но конечно хороший автомат он все-таки помогает тяга подается более плавно если мы отсюда выберемся я скажу что функции хороший автомобиль а мы выбрали хунта молодцы молодцы кстати даже рифмуется я всегда любил большие легковые автомобили собственно я купил себе mazda 6 хотя вариант собственно был купить трешку вот просто за ее ощущение длины какой-то вот она плыла по дороге она не была тихой она не была там особо мягкой но вот ощущение большого автомобиля на дороге она давала и мне это всегда нравилось я вот взял функции с мыслью что вот да вот большая тачка не потому что мне кого-то возить сзади а просто чтобы вот как-то почувствовать себя удобно комфортно китайцы мощные моторы не любят они вообще не любят высокую скорость и в китае максимально разрешенная скорость движения 120 километров в час и вот сколько раз я был в китае я ни разу не видел чтобы китайцы превышали и поэтому они как-то вот не гонится за мощной моторами два литра с турбиной ну и 220 лошадиных сил там 218 мне кажется вполне достаточно масса автомобиля тонны 700 дешевые его не назвать легким но при этом он большой поэтому ничего удивительного мне не понравилось то что он шумноват я ожидал от хунцов какого-то прям более высокого акустического комфорта и это при том что у меня сейчас резина без шипов зимние которые естественно мягче чем летняя машине должно быть прям совсем тихо то есть когда эта машина вернется на свои привычные летние колеса не станет еще шумнее чем сейчас а сейчас вот у нее дорожный гулун присутствует и чуть порезче нажал на газ вот там вот буквально там за 2000 мотор ушел его слышно третья передача вот 200 тысячи я думаю вы слышите прямо он он ощущается если 4 это прям бензопила какая-то конечно тяги мотору хватает и 8 передач позволяет всегда поддерживать обороты в диапазоне от 1000 до двух причем на скорости 120 километров в час примерно где 1700 1800 оборотов то есть 2000 на восьмой передаче это будет наверное километров под 150 уже там за 140 ощущение дорогого какого-то вальяжного комфортного автомобиля хунцы к сожалению не дают но вот сказать что она доставляет какое-то удовольствие от езды которую я ждал ради чего я собственно связался зимой в снегопады с низкой тачки ради того чтобы кайфануть за рулем кресла не идеальные но сидеть можно есть поясничный упор вы но если вы просите рассказывать вам о безопасности так вот в этих хунцах 10 подушек есть две фронтальные есть боковые и в передних и в задних креслах есть занавески которые полностью защищают салон и кроме того есть коленная и у водителя и у переднего пассажира таким образом 10 ну наверное сейчас это предел максимум бывают еще подушки которые выстреливают вот между водителем и пассажиром 11 уж там не знаю они прячутся в каком-то из кресел и вот в случае бокового удара они предохраняют водитель и пассажир от столкновения между собой такого конкретно в этой машине нет но со всех остальных точек зрения и водитель и даже сидящие люди сзади они должны быть хорошо защищены меня удивило что вот в этом большом экране мультимедиа по сути вот кроме климата и аудиосистемы ничего больше нет здорово что есть android auto и apple carplay удобно что есть беспроводная зарядка но например у передних кресел нет вентиляции сюда нет возможности добавить приложение вот собственно в недрах меню я это что-то особо ничего не нашел я на самом деле даже не нашел возможности изменить цвет подсветки и я допускаю что она может быть всегда только красный учитывая что хунцета красное знамя и основной акцент сделанный на красный цвет ничего удивительного что вот вся подсветочка она красная подсветка около дверного пространства вечером она тоже красная я боюсь что цвета поменять как раз так вот такая же красная и красная и красная вставочка вот здесь вот на дисплеечке она совсем маленькая но она продолжает линию которая начинается на капоте и вот сама себе идея хорошая но вот как-то честно говоря бедновато что ли и простовато у климат-контроля есть подогрев только передних кресел вентиляции передних кресел нет массажа в передних креслах нет для тачки за 5 миллионов я немного разочарован понятно что мягкий пластик весь мягенький пластик да какая-то фактура но вот это все из вчера при том что конкретно про эти хунцы ведь не скажет что эта машина старого поколения а это и 5 2 он появился в двадцать втором году ему там ну полтора года всего на рынке вот он он отстал даже черри ариза 8 машины вроде как бы по статусу пониже там и мотор попроще и по габаритам она поменьше и подешевле она стоит но она отделана поярче поинтереснее именно в каких-то мелочах а здесь вот много чего не хватает увы китайцы ничего не говорят про дорожный просвет h5 и мне пришлось встать перед ним на колени достать рулетку мы нашли как видите идеально ровную поверхность и здесь вот 13 половиной сантиметров вот объективно говоря но может быть 14 если машину немножко приподнять так что если бы у меня был 13 половиной сантиметров я бы тоже никому об этом и не говорил так что то что китайцы об этом помалкивают в общем то я их понимаю капот по последней моде открывается без фиксатора дергаем ручку в салоне дважды и капот открывается два заводских газовых упоров все как вы любите и здесь же естественно красное знамя указание модели двигателя но самое любопытное что нет маслозаливной горловины вот вы открыли капот есть щуп посмотрели там допустим надо долить что делать естественно снимаем крышку и здесь маслозаливная горловина ну иначе быть не могло сам мотор на нем есть эмблемка фав и собственно на катушках зажигания есть хотя местами встречаются например датчики bosch двигатель с непосредственным впрыском топлива с большущей турбины вот она прям на виду два фазовращателя современный цепной мотор и любопытно что у китайцев есть два варианта исполнения этого двигателя то что поставляется к нам официально он выдает 218 лошадиных сил и 380 ньютонов крутящего момента а есть вариант 224 лошадей на 6 больше а момента всего 280 на 60 меньше уж не знаю как так получилось но вот есть два исполнения мотора причем оба они идут с пометкой gd с непосредственным фрыском топлива и вот здесь вот располагается тнвд кроме того у серых дилеров можно найти точно такие же и 5 5 метровый но с полуторалитровым турбомотором там порядка 170 180 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач есть обычные варианты а есть гибриды а здесь у нас классический восьмиступенчатый автомат и обещают кстати что это айсин сейчас мы поднимем машину и посмотрим здорово что есть шумы и теплоизоляция капота моторный щит полностью проложены там местами фольга даже в два слоя но наворочен двигатель весьма вот здесь куча датчиков куча сложной проводки но прямо так смотришь и думаешь я не хочу быть механиком кому придется лезть в этот двигатель любопытно что воздухозаборник расположен вот здесь достаточно высоко прям вот под верхней кромкой капота он опускается вниз заходит в воздушный фильтр и воздух после фильтра поступает собственно же в двигатель так что если где-то вы попали в лужу еще что-то то может быть он не захлебнется защита двигателя у нас пластиковые причем такое ворсистое какое-то покрытие есть специальные заглушки для слива масла и уж еще для чего-то нижняя точка это опора двигателя и вот здесь же рядом картер вот прям я чувствую упасть на него пару сантиметров и будет картер двигатель коробка вот здесь сбоку удивительно то что вот здесь вот со стороны колеса нет никаких защитных щитков с той стороны коробка передач хорошо она закрыта а с этой стороны у нас шкив коленвала там же вот ролик натяжную там помпа и вот во все это будет лететь грязь вот здесь с одной стороны хорошо что налили много антигравий но при этом куча отверстий и понятно что снег который будет туда набиваться он будет здесь скапливаться и рано или поздно он все-таки приведет к коррозии вот мне кажется чтобы заглушечки конечно поставить что для нас с вами отличает премиальный автомобиль от обыкновенного если мы говорим не про отделку салона а именно про технику про железо мы же с вами здесь на канале собрались для того чтобы говорить про автомобили они какие-то их мульки в первую очередь это конечно же количество алюминия потому что он легче а раз он легче то он быстрее он лучше управляет стандарт алюминий позволяет сделать какие-то элементы подвески шасси более жесткими алюминий здесь используется достаточно много во первых весь вот этот подрамник он выполнен из крылатого металла я приготовил магнит для того чтобы это проверить ну вот смотрите давайте начнем кузов разумеется стальной вот магнит висит все по-честному а вот передние рычаги и они алюминиевые поворотные кулаки тоже алюминиевые ну и сверху естественно амортизаторная стойка подвеска обычный макферсон и соответственно верхних рычагов никаких нет шаровая заделана в алюминиевый рычаг так что когда она разобьется я боюсь что придется менять весь этот узел в сборе я боюсь что он будет недешевым вот здесь вот на алюминиевом подрамнике есть какой-то дополнительный усилитель который пошел вперед и крепится он на болтах так что если вы попали в легкую аварию и вот эта алюминиевая деталь деформировалась ну либо треснула что скорее всего произойдет с алюминием то просто откручивается несколько болтов и вот этот элемент меняется и дальше машина продолжает движение потому что вот сам по себе подрамник он очень такой с сложной формы и вот если он накернется я боюсь для автомобиля это будет уже тотал и любопытно что вот здесь вот передний лонжерон видно хорошо что он трехслойный аж тут достаточно толстая сталь и вот он по всей по всей длине идет и видно что здесь три слоя металла и они суммарно дают наверное миллиметров 5 прям так все основательно сделано дальше вдоль всего кузова есть аэродинамические щитки они вот такие ворсистые для шумопоглощения по идее хотя особо тихой машины не получилось вдоль выхлопного тракта естественно проложено тепло отражающее изоляции здесь все просто есть дополнительный кстати двухслойный усилитель который увеличивает жесткость кузова и дальше тоннель практически сходит на нет большущий пластиковый бензобан задняя подвеска сделана попроще подрамник здесь стальной но он достаточно мощный но кулаки они алюминиевые они не держат рычаги 3 стальных и один вот там вот на самом верху серповидный он из крылатого металла вот этот и любопытно что у нижних поперечных рычагов есть еще дополнительно вот такой аэродинамический элемент мне нравится то что выхлопные трубы они вот прям настоящие они выведены у них есть патрубки раздельный выход все по-взрослому и когда даешь на газ прям видно что он сзади вылетает такое облако белого пара китайцы ничего не говорят про объем багажника хунцов и естественно мы обязаны были замерить по методологии журнала за рулем мы упаковали вот туда 432 литра так что мне кажется что вот если бы китайцы заявляли какой-то объем то они могли бы смело сказать 500 потому что ниши какие-то у нас остались здорово что петли закрыты и они не будут мешаться и собственно ну это такой премиальный уровень вы положили чем она что-то распихали и смело закрываете багажник хотя конечно же можно было бы сыграть вот на этом объеме очень мощные какие-то выпирающий элемент уж не знаю зачем они здесь вот это вот нам детали мешали сюда можно было бы еще что-нибудь наложить но 430 литров сюда вот даже вот такими зазорами даже кубиками точно влезает под полом есть сабвуфер а под ним узенькая докатка и вот здесь вот справа в нише есть сеточка для того чтобы закрепить бутылку с незамерзайкой что касается меня я вам много раз говорил что в моей личной жизни место седаном просто нет а тем более настолько длинным он на дороге место занимает ну примерно как не знаю exit vx например а при этом но место в салоне не экстра много багажник неплохой но опять-таки вот для моих нужно этого точно не хватит и вот что-то мне подсказывает что сейчас при обилии кроссоверов просто при большом количестве естественно исключительно китайских автомобилей но который к нам заходит там по схеме параллельного импорта когда за 4 миллиона с небольшим можно купить не данную вою например 500 лошадиных сил дорожный просвет пневмо вот все что только можно придумать и вот купить хунцы мне кажется просто невозможно и в принципе купить вот такой вот бизнес седан если ты не работаешь таксистом либо где-то там службы доставки мне кажется невозможно попробуйте меня в комментариях переубедите его докажите мне что для повседневной жизни вот обычный водитель с деньгами очевидно купит себе вместо большого кроссовера вот такой вот низкий плоский седан с моноприводом вот я не нахожу применение такому автомобилю в повседневной жизни хотя бы очень хотел его найти потому что машина то красивая она вот просто вот к ней приятно подходить она нарядно нарисована она очень экономична что ну собственно верно ожидаемо вот хорошо продуманной аэродинамики но при этом не 5 не даже 4 миллиона рублей я был за нее не отдал друзья напишите пожалуйста в комментариях ведь еще недавно была мода на камри например да там три с половиной в 6 и эта тачка она если и медленнее будет то не сильно а по размерам по комфорту она точно камри то уж не уступит и так готовы ли вы себе купить вот такой автомобиль либо за 4 миллиона будет искать себе что-то другое а если не можете определиться подписывайтесь на наш канал мы разыгрываем для вас абсолютно бесплатно сразу три автомобиля лада гранта веста и niva travel спасибо что были с нами до новых встреч